Второй вопрос. Второй вопрос. Это пришло письмо. И меня спрашивает. Геннадий Петрович, меня впечатляет, как Вы хорошо садите в лотосе. Сразу же скажу. Я видел множество различных лотосов. И в основном, когда садятся, коленка вот так вот поднята. Я обратил внимание на то, чтобы эта коленка была примерно так же расположена, как и эта коленка. То есть сет такой был правильный, естественный, без какого-то напряжения с одной стороны. Тогда Вы можете нормально сидеть долго, медитировать и все это такое делать. Так. Я по комплекции примерно такой же, как Вы. Коленастый, склонный к полноте. Да и годика мне уже 57. Я тоже начал месяц назад заниматься осторожной йогой. Начал практиковать медитацию с пустой головой. Связки, особенно тазобедренные, очень тугие. Мне интересно, сколько времени у Вас ушло на то, чтобы сесть в лотос. Буду заранее благодарен за ответ. Когда я начал заниматься, я, естественно, начал заниматься не с этого возраста, я начал заниматься где-то лет в 30, наверное. Да, примерно так, лет 30-32, так, где-либо года. Естественно, после тяжелой атлетики, когда ты поднимал большие веса, то такая хорошая у тебя криватура. Все это дело довольно-таки трудно сделать гибким. И я вот начал заниматься, естественно, когда Вы делаете питание у Вас, в основном, оно более такое сырое. Вы, значит, голодаете регулярно и немножечко занимаетесь на гибкость, так, начинайте. Дело идет очень и очень быстро. Особенно после голодания связки, знаете, становятся эластичными. И Вы тогда тоже не особо голодал. Но, тем не менее, значит, я вычитал, что для того, чтобы сесть вот так вот в лотос, надо потратить полгода времени. И вот я изо дня в день стал садиться, делать различные подводящие упражнения. То есть, эта нога сюда, эта нога ложится, эта нога прямая, эта ложится, наклонялся и так далее, и тому подобное. И ровно день в день, через полгода я сел в лотос. Вот. Для того, чтобы сесть в закрытый лотос, как у меня на голоде, там еще больше времени. И это я только могу делать, когда в основном длительный был голод. Там гибкость хорошая, все разы-то расслабляется. Поэтому в течение полугода занятий, причем занятия не такие уж большие, где-то минут по 10-15 Вы все это будете делать. Если будете делать раза два, раза два в день, то дело пойдет еще быстрее утром и вечером. Ну, утром гибкость такая вообще-то плохая, под вечером она, конечно, будет лучше. Ну, и оказалось, не столько важно растянуть здесь, как растянуть вот эти вот части. Вот больше всего неприятные ощущения, вот здесь вот тянет. Ну, это все, я говорю, при регулярных занятиях растягивается, становится эластичным и становится привычным. И сед, получается, вы сидите не на ягодицах и пережимаете здесь под коленами сосуды, лимфатические сосуды, повеоносные сосуды. А вы сидите, видите, на бедрах, у вас больше площадь опоры, а раз больше площадь опоры, у вас не так пережимаются все эти сосуды, через которые идет жидкость, лимфа, кровь. И этот сед более удобен, более физиологичен, нежели остальное. И даже, знаете, вот я сейчас сижу, и, как бы сказать, область предстательной железы, как бы немножечко, чуточку выше, нежели в том седе, в обычном, как мы привыкли сидеть на стульях. Это говорит о том, что и она не пережимается, лучше будет осуществляться циркуляция там. Ну, значит, полгода регулярных занятий в день минут по 15, ну, минут по 15, если дважды еще будет лучше, утречком на работе, там, после работы, и у вас все будет нормально. Ответил на этот вопрос, да? Вот и все. Вот так, что я хотел сказать. До новых встреч. До новых встреч. Заметьте, сколько там я просидел, ноги слегка затекли, но, тем не менее, вот этого всего, что я сделал, оказалось достаточно, чтобы все прошло, и я пошел. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok